Почему Армения застопорила мирный договор, мы поговорим с нашим гостем Ильяс Гусенив, политический обозреватель, к нам подключается. Здравствуйте. Здравствуйте, господин. Ильяс, в письме Джо Байдена, главе государства, говорится о возможности подписания мира с Арменией в этом году. Но ведь именно Баку инициировал мирное соглашение, а задерживает, как мы знаем, подписание все же как раз таки Ереван. Как все-таки воспринимать письмо, отправленное президентом Соединенных Штатов? Спасибо большое за вопрос. Но действительно надо сказать, что интересный фонд делает официальный Вашингтон. Отправляет специального помощника президента. И он является очень видным, таким маститым политическим деятелем в Вашингтоне. И при помощи Карпентера письмо Байдена представляется официальному Баку. А здесь в письме мы видим, что делается отсылка на то, что у Азербайджана есть очень хорошая возможность для подписания мирного договора с Арменией в преддверии КОП-29. Но действительно есть очень хорошая возможность, если Армения будет выполнять требования Азербайджана, справедливые требования, которые основываются на международном праве. И если будет распущена Минская группа ВСЕ, будет изменение в Конституцию Армении, где будет убрана статья о том, что не будет никаких территориальных претензий к Азербайджану, братцы Турции. И будет убрана та часть вводная преамбула, где делается отсылка на декларацию о независимости. И будет положен конец той вражде, которую мы до сих пор видим на гнетании. Но надо сказать, что вот этот визит, это письмо Байдена говорит о том, что США заинтересованы в регулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, установлении добрососедских отношений, межгосударственных отношений. Но в последнее время со стороны США к этому региону и непосредственно к Азербайджану было очень много поступков предвзятых. Этих поступков очень много. И если перечислить, то военный самолет, который приземлился в аэропорте, звавнулся после того, как российские пограничники покинули этот международный аэропорт, он был военным. И в целом вот этот процесс, который начался после 5 апреля между ЕС, США и Арменией, конечно, этот процесс приводит к милитаризации региона, напичкивания Армении вооружением и наступательным вооружением, кстати, которое поднимает напряженность в этом регионе. И еще на гибридной основе преддверия КОП-29 мы видим разного рода атаки со стороны предвзятых таких организаций, как Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International. И, конечно, под поднятие бюджета, которое было обещано официальному Еревану со стороны USA от 120 миллионов долларов до 250 миллионов долларов. Вот такие шаги ни в какие рамки не входят. И с нарративом о мире, о безопасности, стабильности, сотрудничестве на Южном Кавказе есть нестыковка. И Азербайджан все время твердит, что нужно подписать мирный договор, нужно наладить отношения, открыть коммуникации, наладить связь между Востоком и Западом. А вот здесь вот те же нарративы видны в письме Джозефа Байдена официальному ваку. Мне так кажется, что в мире сейчас более чем заинтересован США и именно под конец своей деятельности и преддверии очень важных выборов делается такой шаг для того, чтобы подписать мирный договор и показать для внутренней аудитории, и если присмотреться экзит-полом каких-либо социологических опросов в преддверии выборов, сейчас демократы теряют электорат и республиканцы немножко передвинулись вперед. И, конечно, делаются такие реверансы, какие-либо шаги, чтобы как-то показать для внутренней аудитории свою победу. Но главное, половинчатый договор не нужен никому, и в Вашингтоне это тоже хорошо понимают. Вне зависимости, какое лицо будет посвящать покой, какие письма будут предлагать, что там написано. У Азербайджана есть свои твердые национальные интересы, есть свои красные черты, есть свои требования, которые основываются на правде, на международном праве. И здесь главное, чтобы наши требования выполнялись. И надо особенно отметить, что господин президент Хамалев тоже в своей речи, в своем заявлении обозначил наши красные черты и новые геополитические реалии, азербайджанское видение, мирного регулирования и для подписания мирного договора, как видится это со стороны Баку. И я думаю, что в Вашингтоне это должны понять. И вместо того, чтобы делать какие-то прессинги, какие-либо гибридные атаки в сторону Азербайджана, можно сделать давление официально Кирилланд, чтобы они сменили свою конституцию. А все-таки, если говорить о Европарламенте, завтра там пройдут обсуждения и принятие очередной антиазербайджанской резолюции, как заявление о приверженности миру может сочетаться, мягко говоря, нейтральной позицией такой? Это тоже интересная ситуация, потому что мы знаем, что в Европарламенте у США есть какие-либо прессыки давления. Мы видим из разных институтов какие-либо выпады со стороны Азербайджана недавно. Даже если Азербайджан не участвует в слушаниях парламентской ассамблеи Совета Европы, тоже были слушания против нас, какие-либо заявления. И в Европарламенте слушание тоже будет аналогичным. И вот эта клеветническая кампания уже длится долгое время. И надо напомнить, что 60 конгрессменов США тоже обратились к Госдепартаменту для того, чтобы Азербайджану наложили санкции. Конечно, они же сами рассматривают свою внутреннюю повестку и знают, какие действия против Азербайджана там совершаются. И, конечно, Баку помнит до сих пор 907-ю поправку, которую они отменили, когда Азербайджан был именно в антитеррористической коалиции после 11 сентября. И Азербайджан участвовал в миротворческих миссиях в Косово, в Афганистане, в Ираке. И азербайджанская делегация была последней, которая отозвала свои миротворческие силы с Афганистана, и это со стороны Вашингтона. И НАТО очень хорошими комментариями, ремарками было встречено. Но после того, что Азербайджан отозвала свои миротворческие силы, заново они имплементировали 907-ю поправку. Конечно, мы знаем, почему эта политика проводится. А сейчас именно слушания в Европарламенте тоже будут против Азербайджана. И, безусловно, здесь имеются разные речки давления. Сначала со стороны каких-либо неправительских организаций, международных неправительственных организаций готовятся отчеты, потом по этим отчетам предзятые политики, коррумпированные политики высказывают свое мнение, потом все эти слушания завершаются какими-либо резолюциями, какими-либо итоговыми документами. Но, конечно, у Азербайджана принципиально твердая позиция по отношению к этому. Вот эти резолюции в общем счете ничего не сможет изменить. Тем более азербайджанскую позицию этими резолюциями нельзя изменить. Но, конечно, вот все эти попытки поднимают напряженность. И надо понимать, что уже в следующем месяце в Азербайджане будет проводиться очень масштабное, большое мероприятие. И все эти попытки для того, чтобы очернить Азербайджан, снизить уровень и авторитет нашей страны, заново повторять. И, конечно, в политической повестке армяно-азербайджанский конфликт, армяно-азербайджанские недовольства, недоработанное мирное соглашение все время продвигается и выдвигается в приоритете. А вот остается в тени вся философия COP29, все нарративы, нововведения, новаторские какие-либо инициативы остаются в тени. И, конечно, все это делается для того, чтобы снизить уровень самого мероприятия. И, конечно, здесь заинтересованы не только государства, государственные учреждения, политики, но и транснациональные компании, которые не хотят платить за бюджет COP29. Кстати, надо сказать, что сейчас бюджет в связи с изменением климата всего 100 миллиардов долларов. И вот эту планку всего они достигли за 2022 год. В Баку будет инициатива о том, что надо наполнить этот бюджет до 500 миллионов долларов и до триллиона долларов даже. Конечно, большие корпорации, компании, большие государства, которые промышленные, и именно они портят экологию, природу, они не заинтересованы платить бюджет в связи с изменением климата. И вот идет большая кампания очернения всего этого мероприятия, и Азербайджан в том числе. Спасибо большое за ваш комментарий. Илья Сгусейнов, политический обозреватель, к нам подключался.